У всех этих новостей и о кредитах, и о бюджете на самом деле две стороны. Светлая, естественно, что это поддержит государство и сохранит финансовую стабильность. Возможно, слово дефолт пока можно забыть. Но, с другой стороны, любые долги ведь придется отдавать, а любой рост социальных выплат вызовет рост цен. Так вот, что противопоставить этим угрозам? Давайте-ка обсудим с нашими гостями. Это Оксана Продан, народный депутат и, можно сказать, независимый экономист. Здравствуйте, Оксана, спасибо, что пришли. И Олег Устенко, экономический эксперт и президент Гарвардского клуба Украины. Здравствуйте, Олег, и вас благодарю за то, что вы присутствуете в эфире. Вопрос обоим первый будет одинаковым. Как вам проект бюджета 2019, который вот буквально несколько часов назад озвучил премьер Гройсман? Насколько он реалистичный? Давайте с вас, Оксана. Ну, я его не видела, поэтому говорить о том, какой он, очень сложно. Вы только что слушали сюжет. Но то, что заложили меньше дефицит бюджета, хотелось бы, чтобы смогли выполнить. Потому что заложенные в этом году цифры пока что не выполняются. Хотя время еще будет, я надеюсь. То, что заложили не намного выше курс доллара, тоже хорошо. То есть, в принципе, проект бюджета по основным параметрам, он красивый. Важно то, как мы его будем выполнять и как мы будем возвращать те долги, которые заложены уже на 2019 год. В 2019 году нам надо будет вернуть более 13 миллиардов долларов. Олег, а насколько красив проект бюджета для вас? Я бы вот что сказал. Да, экономический рост есть. Он очень умеренный, но кабинет министров ставит экономический рост около 3%. Уже неплохо. Другой вопрос, насколько он будет выполнен вот в таком параметре. Я понимаю, что это очень такой пессимистический прогноз, еще раз говорю, они ставят. Что касается инфляции, то мне кажется, тоже инфляция достаточно умеренная. Вопрос просто вот для меня в чем. Премьер может создать замечательный проект бюджета вместе со своим исполняющим обязанностей министра финансов. Другой вопрос. Вот эта буря, которая в голове у украинских депутатов сейчас кипит. И, заметим, мы-то входим в пик политического цикла. Каждый будет бить себя рукой в груз с рассказами о том, что необходимо добавить слева, справа. Давайте с вами, как с экономистом, обещания, которые будут точно выдавать каждую неделю все политики. Цифра 1475 гривен. Это анонсированная премьером повышение минималки. Ну, точно же, завтра уже придут и скажут, мало, 5, а мы дадим 6. Какую сумму государство на сегодняшний день может потянуть? Вот главный вопрос. В состоянии государства тянуть сумму именно вот эту, которую закладывают. 475. 4100. Объясню, почему она может быть заложена. Инфляция текущего года составит порядка 12%. Экономический рост порядка 3%. Это значит, что ты можешь увеличивать на 15% безболезненно для себя. Ты просто обязан это сделать, потому что у тебя экономика на 3% вырастет в этом году. А инфляция, к слову сказать, в полтора раза больше, чем ожидаемая была в этом году. Ты должен на это увеличить. Но ты тоже должен помнить, что 4200 следующего года, это ровно столько, сколько 1600 начала 2014 года. Поэтому, да, у тебя есть индексация, вроде в деньгах-то это больше. Но рост цен, конечно. Если ты посмотришь на коэффициенты роста цен с начала 2014 до конец 2018, которые будут, ты должен умножить ту цену, которая была в начале 2014, на 2.55. Ну, считай, на 2.5. И ты получишь вот эту стоимость, которая должна быть. Поэтому вроде как и хорошо, но ты должен очень четко понимать, что это приблизительно тот же параметр. Оксана, а вам, наверное, как политику 475 не нравится? Больше дадите? Я точно, лично не буду говорить о большее, потому что я считаю, что минималка, она должна экономически, не просто 12 плюс 5 считаться, а именно возможностями экономики. Но я хочу сейчас, как народный депутат сказать, может быть, анонсировать то, о чем говорили на прошлой пленарной неделе, говоря о бюджете следующего года, депутаты нашей группы, группы УДАР. Мы говорили о том, что в будущем бюджете мы будем настаивать на том, чтобы расходы, которые будут, например, на дороге, сразу в бюджете закладывались на конкретные дороги. Потому что в этом году произошло не взагалі всему, а потом в ручном режиме мы дамо больше тем, або тех заберем, так как это произошло на протяжении этого года. Если на дороге, то тогда сразу разбивайте, на какие дороги это должно быть закладывалось прямо в бюджете, отдельными рядочками. Если на лекарне, так же нужно разбивать. Так, это сложно, но мы имеем децентрализацию, мы имеем эту всю информацию. И мы говорили о том, что будем максимально детально эти витратные частини выкладывать. Это одна часть. Я точно понимаю, что именно такие кроки, они позволят минимальные деньги, которые будут в следующем году. Мы это понимаем, что делить будем меньше, чем потребуем, потребоватимем. Забезопасить без популяризма и без каких-то зловживаний. Оксана, вопрос как народному депутату и экономическому эксперту. Как вы считаете, в пик популяризма, который сейчас будет перед выборами, да, мы вступили в предвыборный год, то пенсионерам перепадет что-то? Повышение пенсии можно ждать? Шкода даже говорить про перепадет, знаете, потому что, на самом деле, мова идет про людей, которые заработали. Это некрасиво звучит, но по отношению наших чиновников к пенсионерам именно так это и происходит. На самом деле, уже нещодавно буквально анонсовали про то, что увеличивают утримания для людей, которые потребуют выплаты, которые не могут сами заработать деньги. Мова идет про социальные выплаты. Их увеличивают, там говорили про 190 грн. Это копейки, но это те деньги, которые дополнительные. Я уверена в том, что в соответствии с ростом минимальной заработной платы будут увеличивать и пенсии. Олег, вы разделяете оптимистические прогнозы чиновников по поводу миссии МВФ, которая сейчас работает. Транш будет все-таки или нет? Я думаю, что да, транш будет. И вот почему. Потому что мое предположение следующее. Наш самолет под названием Украина летит в скалу. Скала прямо перед нами. Расстояние до скалы мы преодолеем за два месяца. Непонятно, что будет за скалой, но мы можем разбиться просто через два месяца. Поэтому премьер фактически загнан в угол. Он будет идти на любые требования, которые были от МВФ к Украине, для того, чтобы попытаться разрулить эту ситуацию. Потом, это уже будет потом. В моем предположении, в базовом сценарии, мы продолжим сотрудничество с МВФ, мы получим эти 2 млрд долларов от них. Это не очень хорошо. Я бы предпочел видеть реформы раньше. Реформ не было. И подтверждением этому является 2,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, которые мы получим в этом году. Это ровно уровень 2004 года. Это в два раза ниже, чем уровень 2013 года. В 2013 году было 4,5 млрд долларов. И это в 4 раза ниже исторического максимума. Дальше мы получаем эти деньги. Попробуем получить этот 1 млрд долларов, тогда евро, от Европейского Союза. Потому что подписание сегодня не означает, что деньги уже есть. Потому что там есть условия. Должна быть программа с МВФом. Тогда при программе с МВФом мы получим те деньги от Европейского Союза. К слову сказать, это не макрофинансовая помощь. Это кредит, который имеет две основные характеристики. Он платный и он возвратный. Это обычный кредит. Далее мы попробуем получить 800 млн долларов от Мирового банка. И немедленно Минфин выбежит на международные рынки заимствования капитала. Для того, чтобы попытаться одолжить. Чтобы можно было сделать, называется, долговой менеджмент. Попытаться взять одни деньги, переодолжить. Чтобы обслужить в старые долги. И это может дать возможность прожить до следующих выборов. А уже после... И я думаю, что это последний раз... Вы подвели к моему вопросу Оксане, который я хочу задать. Я правильно понимаю, что, скорее всего, если этот транш будет, то это будет последний транш перед выборами. Политики не любят резких движений, которые не нравятся избирателям последний год перед выборами. А МВФ все-таки требует радикальных каких-то шагов, которые могут не понравиться нашему населению. Я бы не говорила про то, что кто-то загнан в угол и уряд пойдет сейчас на будь-что. Я сегодня приехала из ЄС и сейчас после студии поеду снова туда, где сейчас в Украине есть много международных экспертов, которые работают, которые говорят. И иногда там рассказывают то, чего еще нет на телевидении. Они говорят о том, что транш от МВФ в этом году должен быть. И это, в первую очередь, для наших зрителей, для граждан Украины, говорит о том, что доллар должен быть держаться, гривня должен быть держаться и не падать. И это важно для всех нас. Далее, то, что сегодня подписали угоду с Европейской комиссией о 500 миллионах уже в этом году, за невеликими, на самом деле, умовами. Потому что вывели проблемное питание по лесу за дужки. И требуют то, что обещали сделать три года назад. Сделать автоматическую проверку деклараций держслужбовцев. Это то, что можно было сделать вчера, поэтому это можно сделать этого года. И я думаю, что далее, так само, и в наступном году, до выборов, снова же таки, транши будут и будут держать, помогать Украине пройти это. Ну, главный, главный месседж. Мы должны за этот час, пока нам помогают, запустить свою экономику. Потому что повертать деньги нужно будет с собственных костей. Оксана, нам уже четверть века помогают. Нет. А мы все запускаем. Иногда надо делать самим. Иногда надо делать самим. Вот это та ситуация, когда без запуска экономики у нас ничего не получится. Поэтому создание рабочих мест в Украине, не жаловаться, что у нас в Польшу люди уезжают, а здесь делать условия, при которых люди будут мочь работать, и главное, получать достойную заработную плату. Тогда мы сможем отдавать долги и сможем развиваться. Ну, если и можно сделать какой-то оптимистический прогноз после нашей с вами беседы, то это, наверное, только один. А вось до следующих парламентских выборов мы как-то с помощью Запада пропетляем, и дефолта у нас не будет. Спасибо. Олег Устенко, президент Гарвардского клуба, и Оксана Продан, народный депутат Украины, очень известный экономист, были моими гостями.